Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Меня зовут Ложков Максим. Меня зовут Неймен Роман. И сегодня мы с вами поговорим про наш любимый e-commerce, где мы вам расскажем про новинки, про кастомизацию платежных систем доставок и касс. И поделимся вами нашими примерами, как писать правильный код и какими-то секретами. И давайте начнем с самого интересного. Это с новинок. И начнем мы с самого, наверное, долгожданного. Это нового компонента оформления заказа. Да, вы долго просили сделать более удобным старый компонент. Мы долго думали над этим и решили, что пора просто взять и написать новый компонент. Что в нем будет интересного? Во-первых, мы сделали упор на кастомизацию. Мы учли все ваши пожелания и хотелки, чтобы компонент был очень легким. Второе – это отсутствие легоси. Старый компонент, он делался с учетом совместимости, поэтому приходилось тянуть много старого функционала. Новый же компонент, он будет гораздо проще. Третье – это новый подход к бэкэнду. Мы также учли ваши пожелания и решили сделать еще одну прослойку бизнес-логики между низким уровнем API магазина, заказов, свойств, отгрузок и так далее и непосредственно компонентами. И теперь вам не нужно будет заботиться о внутреннем устройстве, вам достаточно просто будет передавать какие-то наборы данных и API уже сам отработает. И четвертое – это работа с товарами. В новом компоненте можно будет изменять количество, работать с SQ-шками и так далее. Также изменения коснулись и Реста. Так как магазин сейчас бурно развивается в облаке, мы сегодня рассмотрим кассы и службы доставки. Это новый функционал, которого раньше не было. А также мы доработали платежные системы, чтобы они стали более гибкими и более удобными. Изменения не прошли стороной каталог. У нас появилась новая карточка товара, которую вы можете наблюдать в облаке в коробке. Она сейчас недоступна, потому что функционал еще находится в бета-версии. Также изменился список товаров. Вот, например, сделки. Теперь у вас появилась возможность работать с SQ-шками, сразу открывать из списка новую карточку, ну и использовать полностью весь ее функционал. Что касается внутрянки. Внутрянки вся написана на новом API. И так как магазин и каталог, они тесно связаны друг с другом, то API каталога очень сильно похожи на API магазина. И пользоваться им достаточно просто. Ну, в принципе, можете это наблюдать. И на этом мы, в принципе, можем закончить наши новинки. Это основные вещи, которые мы хотели бы отразить. И переходим к кастомизации. Добрый день. Я расскажу про кастомизацию платежных систем служб доставок и КАС. Начнем по порядку с кастомизации платежных систем. Вообще, чтобы в наш продукт добавился новый обработчик, вам необходимо, чтобы ваш обработчик был наследником базовых классов. Допустим, наши платежные системы, они также являются наследниками этого класса. То есть есть базовый класс всех обработчиков. Он больше подходит для обработчиков, которые, ну, какие-то простые, вроде счетов. Для этого вам достаточно реализовать всего лишь два абстрактных класса. И, по сути, на этом у вас уже готов обработчик. Если ваш провайдер, с которым вы выполняете интеграцию, поддерживает уведомления о смене статусов, то вам необходимо реализовать второй класс. Это сервис-хендлер. Он является, в свою очередь, наследником базового класса. И здесь вам нужно реализовать дополнительных три метода. Это как раз те методы, которые отвечают за работу с уведомлениями. То есть ваш класс должен, ну, при вступлении запроса ваш класс должен сказать, что запрос пришел к нему, что это запрос про его платежную систему, и корректно обработать этот запрос. По ссылке, которая есть в QR-коде, вы можете посмотреть практический пример. Там более подробно написано, как именовать обработчик, куда его положить, и чтобы он автоматически подключился к системе. Помимо классов также существуют интерфейсы, которые позволяют более гибко управлять платежными системами. Ну, например, есть интерфейсы для возвратов, есть интерфейс для двустадийной оплаты, и есть интерфейсы для, допустим, проверки статуса оплаты. Они как раз подходят к тому моменту, вернее, класс для проверки статуса оплаты, подходит в тот момент, когда ваш провайдер не присылает уведомления о статусах. И еще есть интерфейс для рекуррентных платежей. Сейчас в продукте, именно в магазине рекуррентные платежи не поддерживаются, но мы это добавили больше для CRM, для работы с доставками. Но, допустим, наша платежная система Яндекс.Касса, она поддерживает рекуррентные платежи, и вы там можете использовать этот подход. Вот. Если для вас нет необходимости реализовывать свой обработчик, вы можете кастомизировать либо наш системный обработчик. Для этого достаточно просто его наследовать. Вот недавно мы делали обработчик для Альфа-банка, и мы поступили как раз тем способом, что мы наследовали класс, один из наших системных обработчиков, и написали обработчик, просто минимальная кода для него получилась. И еще возможность есть по кастомизации именно шаблонов. Это в том случае, если вы хотите адаптировать внешний вид шаблона под дизайн вашего сайта. Вот по ссылке также есть готовые примеры, и вы там можете посмотреть. Ну, плюс можно смотреть, как это все реализовано на наших системных обработчиков. Вот. Теперь поговорим про REST платежных систем. REST для платежных систем уже был. Тут, получается, были только некоторые доработки. Их я выделю отдельно, но в целом расскажу про систему нашего REST. Как и в случае с обычными обработчиками, сначала вам нужно добавить… Ну, вернее, как в случае с обычными платежными системами, сначала нужно добавить обработчик, на основе которого будут подключаться платежные системы. Вот. Для этого существуют методы по управлению обработчиками. Ну, например, рассмотрим метод по добавлению обработчика. То есть тут нужно передать стандартные поля вроде названия обработчика, то, что клиент сможет увидеть при добавлении платежной системы, передать уникальный код, который будет уникален в рамках всех обработчиков, вот, передать список валют, которые будут поддерживаться… которые поддержат ваш платежный шлюз, с кем вы делаете интеграцию, и на основе этих данных будут добавлены автоматические ограничения по платежным системам. Для формы нужно передать адрес, куда будут данные ухлитки, клиент будет нажимать кнопку «Оплатить» в вашей обработчике, метод, которым будет выполняться отправка, и вот добавилось новое поле fields, которое описывает поля для шаблона, для формы. Вот. Об этом я расскажу еще чуть-чуть подробнее, там приведу пример. И передать список кодов — это те данные, которые нужны для настройки платежной системы. Это то, что будет видеть менеджер при редактировании платежной системы. Вот. И после добавления обработчик появится наравне с обычными обработчиками в интерфейсе. Менеджер сможет выбирать этот обработчик, ну, как-то его там настраивать. Но так как мы пользуемся раз методами и, скорее всего, пишем приложение, для этого есть методы, именно для платежных систем. Методы позволяют также управлять платежными системами, добавлять обработчики, удалять, там обновлять, получать списки. Ну, и снова вот добавилась передача логотипа. Раньше этого не было. И когда приложение добавляло платежные системы, менеджеру приходилось логотипы передавать руками, ну, вернее, заходить в редактирование и указывать их руками. Сейчас это можно сделать, передав B64 картинки, и логотип будет добавлен при создании платежной системы. Вот. Помимо методов, которые непосредственно управляют обработчиками, там, и платежными системами, есть методы для выполнения оплат. Допустим, методы для выполнения оплаты счета или заказа. Вот. Мы сюда добавили поддержку полей для платежной системы. Это поля, которые начинаются с префикса PS. Допустим, вы при оплате можете передать эти поля. Там может быть какой-то статус, описание. И после этого менеджер увидит данные поля в карточке платежной системы. Там это будет отображаться. Вот. Как я говорил ранее, мы добавили новое поле Fields. Старое поле Params составлено для совместимости, чтобы, ну, как бы ничего не сломалось. Но в новом поле Fields вы можете передавать те поля, которые вы ожидаете на своей форме оплаты, чтобы ваш покупатель, ну, что-то, допустим, вводил дополнительное. Ну, вот на примере запрашивается номер телефона. И также добавленная возможность, это то, что было раньше с Params, поля могут быть изначально предзаполнены из-за настроек платежной системы. И можно управлять видимостью этих полей с помощью ключа Visible. По умолчанию все поля являются скрытыми. Теперь поговорим про кастомизацию служб доставок. Здесь все сделано достаточно похожим образом. Есть базовый класс, который нужно наследовать для вашей доставки. Вот. Ваш обработчик должен быть расположен либо в одном из системных директорий, где проходит автоматический поиск всех служб доставок, либо, если вы, допустим, пишете какой-то свой модуль, вы можете расположить обработчик у себя и подключить его просто через подписку на события. Вот. Документация также есть в ссылке. Плюс всегда можно посмотреть на реализацию наших обработчиков, как они работают в нашей системе и сделать что-то по аналогии или наследовать какой-то уже существующий обработчик. Кроме того, что мы можем кастомизировать сами службы доставки, мы можем дополнительно кастомизировать услуги, отслеживания, ограничения добавлять свои. Если не хватает, допустим, системных, можно добавлять свои транспортные заявки. Если вас устраивают все наши системные обработчики и вы как-то хотите повлиять на работу доставок, для этого есть события. Ну, как бы первое событие — это событие на изменение статуса почтового отправления. Вы можете подписаться на это событие и выполнить какой-то свой произвольный код. Например, уведомить менеджера или покупателя о том, что сменился статус почтового отправления. И еще одно полезное событие — это событие, которое происходит после расчета стоимости доставки. Как я говорил ранее, вы можете писать, допустим, свои ограничения, которые будут как-то влиять на стоимость оплаты. Либо можно воспользоваться событием. И, например, если клиент выполняет оформление заказа на выходной день, сделать доставку там дороже или дешевле в зависимости от ваших потребностей. Ну, вот в примере просто получается увеличивается стоимость доставки на 200 единиц какой-то в валюте, в которой оформляется заказ. Вот, вот REST для службы доставок — это новинки. Раньше этого не было. Скоро это уже будет выпущено в обновлениях. Вот мы добавили по аналогии с платежными системами. У нас есть методы для управления обработчиками. Стандартные методы по добавлению, удалению, получению списка. И, ну, допустим, рассмотрим на примере добавления обработчиков. Достаточно передать обязательные поля. Тут полей меньше, чуть больше, вернее, чем в платежных системах. Но это обусловлено именно особенностями доставок. Нужно передать название, уникальный код, описание, которое будет по умолчанию подставлено при добавлении в службы доставки. И в настройках нужно обязательно передать адрес, на который будут отправляться данные для расчета стоимости. Вот данные на эту страницу вашего обработчика будут отправлены автоматически в тот момент, когда покупатель будет выбирать вашу REST доставку на странице оформления заказа. Вот в этот момент мы вызываем у доставки метод Calculate. Там берется вот этот адрес, и на него мы, получается, в ваше приложение отправим следующие данные. То есть это цена, там вес. Передадим всю корзину по текущей вот отгрузке, где подробно передается также количество, размеры. Передаются данные по местоположениям, в структуре, что передается там город, страна, улица, адрес. И на основании этих данных вы можете посчитать ту стоимость доставки, которая у вас предусмотрена для таких вот габаритов и направлений. И мы ожидаем, что в ответ вы пришлете нам адрес, период доставки и какое-то описание. После расчетов, получая вот эти все данные, они появятся на странице оформления заказа. Клиент сможет увидеть цену вашей доставки и время, допустим. И также это может видеть менеджер, если он будет редактировать заказ и нажмет рассчитать стоимость доставки для заказа. Нужно передать будут данные для настроек доставки. Это то, что будет вводить клиент при редактировании доставки, например, какие-то там логины или токены. И доставки, REST доставки, они работают с профилями. То есть у вас всегда должен быть один профиль. Поэтому вы передаете данные для профиля также. Если у профиля нет никаких дополнительных своих настроек, то поле конфиг можно просто не передавать. Тогда он будет работать на основании данных родительской доставки. После добавления обработчика он также появится в списке. Менеджер его может добавить либо руками, либо путем ваше приложение может добавить путем вызова REST методов. Вот. И, допустим, рассмотрим добавление. Оно, в принципе, не отличается ничем от платежных систем. То есть передаются стандартные поля вроде названия, которые будут у доставки, там описание, активность, логотип. И можете передать какие-то предустановленные настройки, чтобы после добавления доставка уже начала работать у клиента. Вот. Про кастомизацию CAS я передаю слово Максиму. Так. Ну, кастомизация CAS у нас в целом не отличается от кастомизации платежных систем, служб доставок, потому что используется единый подход. Все наши системные CAS являются наследниками базового класса. И если вы хотите написать свою CAS, делать интеграцию с каким-то облачным сервисом, например, вам необходимо также наследоваться от данного класса и реализовывать всю логику. Помимо базового класса у нас есть еще набор интерфейсов, которые позволяют нагрузить CAS дополнительной функциональностью. Например, первый интерфейс Print Immediately, он необходим, если вы хотите отправлять чек на печать сразу же после его создания. Это актуально для облачных CAS. И второй интерфейс это iCheckable в том случае, если сам сервис CAS, он не поддерживает возможность отправки уведомлений о состоянии чека. В этом случае нужно запрашивать либо в ручном режиме, либо в автоматическом. Но вам достаточно реализовать данный интерфейс, и система все уже за вас будет делать в автомате. Либо в ручном режиме через список чеков. Ну и для того, чтобы все это заработало, необходимо подписаться на события, в котором возвращать информацию о данном обработчике. Другая точка кастомизации это создание ОФД. Тут в принципе подход аналогичный. Наследуемся от базового класса и подключаем его на события. У нас есть список ОФД, который мы поддерживаем. Там порядка, по-моему, 5-6 штук. Это основной список, и в принципе большинству он подходит. Если же вашего ОФД в списке нет, то можно выбрать другой, и система даст вам работать с кассой. Также ОФД он нужен только в том случае, если вы хотите, чтобы клиенты могли видеть ссылку на чек непосредственно в своем личном кабинете, либо сам менеджер мог бы зайти и посмотреть конкретную ссылку. Если для вас это не особо актуально, и вы отправляете ссылку на чек клиенту через сам ОФД, то, возможно, вам и не надо с этим заморачиваться, если у вашего ОФД нет в списке. Далее идет создание чека. Мы тут тоже поддерживаем возможность кастомизации, но наша система поддерживает в ОФД 1.05, в котором присутствуют все основные типы чеков. Это кредиты, оплаты кредитов, предоплаты, стопроцентные предоплаты, авансы и так далее. Поэтому вряд ли, конечно, вам нужно создавать какие-то свои типы чеков, потому что не совсем понятно, что это был за тип. Но, тем не менее, мы точно так же даем возможность, можно наследоваться от базового класса и подключать новый чек на событие. Еще один из вариантов работы с кассами и с чеками – это события. У нас есть несколько событий, которые являются довольно-таки ключевыми в жизненном цикле чека. Например, это событие on sale check prepared data. На этом событии можно подлезать к чеку и заменять какие-то данные. Например, вы хотите поменять название товара, либо вы хотите убрать товары с нулевой стоимостью. Еще один интересный кейс мы рассмотрим чуть позже, как это событие можно использовать. И оно уже будет связано с реальными ситуациями, с которыми обращаются к нам в техническую поддержку клиенты. Другое событие – это событие отправки напечатанного чека клиенту. По умолчанию мы отправляем чеки по e-mail, но если у вас есть какая-то сторонняя интеграция, например, с каким-то SMS-провайдером, то вы можете, подписавшись на это событие, отправлять ссылку на чек непосредственно на телефон клиента через SMS. Другое событие тоже является довольно-таки ключевым и значимым, но уже не для клиента, а больше для вас. Почему? Именно для вас я имею в виду для менеджера. Почему? Это событие позволяет как-то реагировать на ошибки при печати чека. Например, вы отправили запрос, чек ушел. Через какое-то время система ответила, что такой чек, например, не может быть напечатан. Чек не получил, клиент не получил чек, и вы, не зайдя в заказ, никак об этом не узнаете. Но если вы хотите, допустим, в таких ситуациях сразу уведомлять менеджера или администратора портала, то вам необходимо использовать это событие, чтобы люди как-то, менеджеры могли как-то сразу на это реагировать. Другое событие позволяет верифицировать чек перед тем, как он будет создан. Для чего это надо? Ну, это надо для того, чтобы у вас не получилась ситуация, когда чек… Вы заранее знаете, что чек не может быть напечатан, например, суммы по нему не сходятся. А вы все равно его будете создавать и отправлять на печать. То есть зачем? И этого можно избежать, достаточно используя данное событие. Еще есть событие, на котором можно реализовать свою логику автоматики. Как вы знаете, у нас во внутрях магазина есть… Мы поддерживаем автоматическую печать чеков при получении оплат, отгрузок и так далее. Если вам по каким-то причинам не подходит данная логика, и вы хотите реализовать свою, например, так как мы поддерживаем FD-105, то мы печатаем при отгрузках чеки кредита. Если вы не хотите печатать такие чеки, то вы можете реализовать полностью свою логику автоматики. И теперь мы продолжим говорить про REST, и про него нам расскажет Роман. Да, для CAS мы также добавили REST. Он тоже скоро выходит уже. Мы старались придерживаться одного направления, чтобы было проще работать. И поэтому для CAS REST выглядит похожим образом, за исключением своих нюансов. Также сначала нужно добавить обработчик, на основании которого будет работать уже конкретная CAS. Рассмотрим на примере добавления. При добавлении самого обработчика нужно обязательно передать название. Это то, что будет видеть клиент в списке CAS. Нужно передать уникальный код. И настройки. А вот в настройках есть два обязательных поля. Это поле print URL и check URL. Это как раз те адреса, на которые будут отправляться данные для печати и для проверки чека. Вот как Максим говорил ранее, у нас есть два интерфейса, которые служат для того, чтобы печатать чек и проверять. Вот, REST-обработчик, он имплементирует эти интерфейсы. И поэтому для печати и для проверки чека ему нужно обязательно куда-то отправить данные и получить по ним результат. И также нужно передать данные для настройки CAS. После добавления CAS также появляется в интерфейсе. Это как раз то, что вы передавали в названии, будет отображаться вот в выпадающем списке. Ну и плюс, то есть менеджер может ее добавлять отсюда вручную, либо ваше приложение может CAS добавить в момент установки самого приложения. Для этого также есть методы стандартные по добавлению, обновлению, удалению и получению списка. Вот, для CAS тут обязательный набор полей минимальный, то есть надо передать название, e-mail для уведомления, на которое будет уходить данные в случае ошибок. Если в вашей кассе требуется уникальный идентификатор самой кассы, то есть данные будут передаваться также в запросе, то нужно передать этот идентификатор в запросе на добавление кассы. Ну и передать настройки, которые будут по умолчанию предустановлены в новой кассе. Вот, помимо самих методов для работы с кассами и чеками, есть методы по возможности управления, по возможности смены статуса для чека. Если, предположим, ваша касса умеет сама отправлять уведомления, то вы можете, то есть когда мы отправляем вам запрос на печать, вы принимаете его, и через какое-то время, как чек будет напечатан, ваше приложение может вызвать метод sale-cashbox-check-apply, передать идентификатор чека, и тогда в нашей системе битрикс он отметится как напечатанный. Если ваша касса работает с каким-то УФД, то можно дополнительно передать набор параметров, на основании которых будет сформирована ссылка на чек. Вот, теперь поговорим про маркировки. Перейду слово Максим. Да, маркировки. Давайте сначала рассмотрим вообще, что это такое, когда это появилось, и вообще с чем это едят. Вообще, маркировки появились уже в 2019 году. Тут вы можете видеть примерную шкалу, как это все происходило, и все этапы их ввода. Вообще, зачем нужны маркировки? Маркировки нужны для того, чтобы отследить всю историю товара с момента его изготовления на заводе до получения конкретным клиентом. Основная идея маркировок – это борьба с контрафактом. И в нашем продукте мы успешно поддерживаем эти маркировки. Сейчас я расскажу вкратце, как, в принципе, с ними работать, как включить их и так далее. Как их включить? Для этого достаточно выбрать категорию, к которой относится товар. На данном этапе мы поддерживаем порядка 10, по-моему, различных категорий товаров. Эта категория, группа товаров, она нужна для того, чтобы система могла правильно сформировать данные, которые потом уйдут в чек. Если вы выбрали категорию, то вам необходимо этот код где-то ввести. Вводится он в отгрузках. До тех пор, пока отгрузка не отгружается, вы можете спокойно работать без маркировочного кода. Но на момент отгрузки код должен быть указан, иначе система не даст вам отгрузить такую отгрузку. И на стороне наших касс это все успешно поддерживается. Мы умеем печатать маркировочные коды и передаем их в чеки. Как быть с вашими кассами, спросите вы. Это, в принципе, резонный вопрос. Все достаточно просто. Вам необходимо в своих кастомных кассах добавить поддержку поля с названием номенклатур-код. И уже в зависимости от того, что требует ваша касса, в каком формате, B64, например, как-то его кодировать и уже отправлять непосредственно на кассу. Извиняюсь. Так, а теперь мы перейдем к лучшим практикам. Мы тут собрали интересные вопросы от нашей технической поддержки, которые часто у вас возникают, и решили дать на них развернутые ответы и подсказать, как это правильно делать. Первый вопрос – это про услуги. Пока мы полноценно не поддерживаем услуги в продукте, поэтому все позиции в чеке, которые печатаются по умолчанию, они отображаются в чеке в качестве товара. Как быть с услугами, спросите вы. С услугами все достаточно просто. Мы на уровне чеков поддерживаем разные предметы расчета. Это товары, услуги, работы, платежи, подакцизный товар. И для того, чтобы напечатать в чеке не товар, а услугу, вам достаточно подвеситься на события OnSale CheckPrepareData, про которое я рассказывал чуть ранее, и переопределить значение ключа, которое хранится в ключе PaymentObject. По умолчанию это коммодити товар, полный список значений можно посмотреть либо в документации, либо в базовом классе чеков. И если это наша касса, то вам достаточно просто переопределить. И на основании карты система сама отправит в онлайн-кассу нужный код для услуги, и успешно все напечатается. Если же у вас своя касса, то вам тогда нужно, возможно, вам придется реализовать карту вот этих вот значений в нашей системе и в системе самой кассы. Вопрос отключения автоматики в чеках. Да, как я вот уже вам говорил чуть ранее, иногда возникает вопрос, как отключить автоматику. Есть два подхода к отключению. Первый подход – это отключение вообще всей автоматики. Для этого достаточно подвеситься на события onCheckCollateDocuments, и обработчик, который подвешен на это событие, должен возвращать инстанс мейновского ивент-резалта с типом Mirror. И в этом случае система не будет запускать автоматику, проигнорирует ее, и чеки вообще никакие не будут напечатаны. Если же у вас стоит задача, например, как я вот говорил уже, вы не хотите печатать чеки кредитов и связываться вообще с кредитами, то в этом случае вам нужно использовать события onBeforeCheckADDVerify. В это событие прилетает информация по чеку, и тут вы уже можете анализировать сам тип чека, который будет добавлен в систему, сущности, которые включают этот чек. И если, допустим, тип чека кредит, и он вам не подходит, то вы точно так же возвращаете инстанс мейновского ивент-резалта с типом Error, и все у вас будет хорошо, данный чек не будет добавлен. И еще один из вопросов, это авторедирект оплаты в SOA. Вообще возможно ли это? Я думаю, Роман нам сейчас откроет на это глаза. В центре продаж мы уже добавили возможность авторедиректа на оплату, но там разница заключалась в том, что процедура оформления заказа, она немного отличается. Там менеджер заранее формирует заказ для клиента, и клиенту достаточно просто нажать оплатить. И когда покупатель нажимает, мы его сразу отправляем на страницу оплаты. В SOA это немножко отличается механизм, но мы добавили новый параметр, вернее новый метод, который возвращает URL страницы оплаты. К сожалению, как бы не все платежные системы позволяют вернуть этот адрес. Некоторые платежные системы заранее регистрируют, то есть мы отправляем запрос, система регистрирует у себя наш заказ, и возвращает URL, по которому клиент должен перейти на стороннюю систему, ну, к провайдеру, и выполнить там оплату. Вот, и как бы ключ этот мы возвращаем, если это возможно, в компоненте оформления заказа. Но сейчас, как бы, со своей стороны мы автоматику добавлять не стали. То есть если вам нужно изменить поведение, чтобы клиент уходил на оплату автоматику, ну, сразу, то вы можете кастомизировать шаблон, достаточно кастомизировать только страницу, финальную страницу Confirm PHP, проверить, что в этом ключе есть какие-то данные, и сделать переадресацию на страницу оплаты. Такой механизм позволит избежать промежуточного шага, когда клиент нажимает кнопку «оформить заказ», попадает на страницу финальную, там он снова нажимает «оплатить», и только потом переходит на оплату. Ну, и плюс, когда, если покупатель делает оплату с личного кабинета, это также позволит избежать лишнего шага. Там тоже можно кастомизировать компонент, и если ссылка есть, то клиент будет сразу переходить на оплату. Вот, на этом, как бы, основные вопросы часто задаваемые мы разобрали. Если у вас есть ваши вопросы, то вам все равно все ответим. Есть. Есть полно вопросов. Значит, давайте по порядку. У нас целых 10 минут есть на вопросы. Давайте. Буду из разного контекста. Значит, Игорь спрашивает, когда новые кассы с поддержкой новых Атоллов будут у вас? Текущие не передают в УФД данные. Умеется в виду наше приложение? Видимо, да. Ну, наверное, скоро. Вообще, мы вроде как поддерживаем все основные аппараты. Вот, если какие-то модели именно у нас не работают. А тебе у нас запросы из техподдержки приходили вообще подобные? Ну, вообще нет. Вот, я не помню, признаюсь. Поэтому, если есть, то пишите, что какие-то не работают. Мы их поддержим. Новое оформление заказа появится ли в коробке? Да, появится. Когда? Сейчас у нас идет этап разработки полным ходом. И в ближайшее время, я думаю, появится и вы увидите. Окей, дальше. Значит, Константин спрашивает. Про изменение цены товара в зависимости от выбранного свойства товара или торгового предложения, а также про возможность прибавлять к названию товара выбранное товарное свойство и торговое предложение. А в чем вопрос? Вот именно и в этом. То есть, возможно ли, будет или не будет? Ну, в любом случае, будет вариант кастомизации. Поэтому можно, да, будет подлезть в этот механизм и реализовать свою логику. Уже сейчас можно? Или будет можно потом? Ну, я точно не скажу, можно ли это сейчас. Это нужно уточнить ребят, которые занимаются разработкой каталога. Но я думаю, это не такая большая проблема. То есть, это реально кейс. Окей, вот здесь Татьяна еще спрашивает. Странный для меня вопрос, но, может быть, вы проясните. Очень мало валют, когда добавить хотя бы страны СНГ. То есть, если я правильно понимаю, то мы можем добавлять, клиенты могут добавлять валюты сами. Ну да, можно добавлять валюты. То есть, может быть, я что-то не... Татьяна, я вас не очень понял. Если вы уточните, то я точно тоже вопрос. Дальше Андрей спрашивает. Сделка, вкладка товар. Будет ли возможность добавить свои поля, input и тексты? Или для какой-то кастомизации, что ли? Хороший вопрос. Он тебе понравился? Да, потому что я затрудняюсь на него ответить. Я думаю, что, наверное, можно, но лучше уточню это у ребят из команды каталога. Ожидается уже новый список товаров, который возможно... Я думаю, что они это учтут. И если это сразу не будет поддерживать, то они дадут возможность, как это можно будет, ну, в коробках, подлезть и свою логику накрутить. И еще вопрос с подкопом. Понял. Значит, по-новому UI-карточки товара. Если у товара 30 плюс свойств, то левый блок будет тянуться вниз неприлично долго. Есть ли какая-то с этим работа? Будет ли ведется ли вообще, может, что-то... Я думаю, что... По страничкам. Я думаю, что ребята это учитывают, которые занимаются разработкой каталога и карточки. Потому что этот вопрос, да, он уже поднимался и в наших кругах. И они этот вопрос... Леш, может быть, скажешь в бэклоге это есть уже? Ну, по поводу бэклога... Есть, говорит, да, да, есть. Итак, коллеги, это есть, окей, хорошо. И будет клевая, качественная реализация того, что вы просите. Время у нас еще есть, да. Новое оформление заказа на Vue.js. Здесь подозреваю, что вы уже ответили, да, в ходе. Просто можете еще раз спросить. И вот, да, давай. Нет, нет, не отвечали, но нет, не на Vue. И вот здесь сразу же был... Да, да, да. Здесь вот спрашивают. Почему удобный Vue не пилит? А почему? Почему? Ну, потому что наше решение также уходит в коробки. И, используя сторонние библиотеки, становится вопрос версионности. Вот. Поэтому мы спешим на нативе. Это для коробок, оно более практично. Окей, хорошо. Еще. Новая платежная система. Когда они будут в облачном B24? Там Яндекс, Касса, Раба, Касса. Их мало. Нужны прямые интеграции с банком. То есть, например, с Тинькофф. С крайне популярным банком. Ну, у нас есть поддержка Тинькофф через Яндекс.Кассу. Напрямую мы интеграцию не делали. По поводу Раба Кассы. У нас обработчик есть. Раба Касса. Мы сейчас его, по сути, сделали вторую версию. Доработали этот обработчик. Там добавились новый тип оплат. Samsung Pay, Apple Pay. То есть, Раба Касса поддержит. Мы у себя эти настройки тоже подтянули. То есть, Раба Касса у нас есть. Ну, по поводу платежных систем. Нужно, наверное... У нас вообще есть фичи на платежной системе. Если есть какое-то желание в какой-то платежной системе, нужно писать, наверное, нашу техподдержку. Мы будем ставить фичи, смотреть. Ну, смотреть на количество обращений и добавлять. Окей, хорошо. Так, кстати говоря, у нас скоро будет новый доклад. Я не вижу наших спикеров. Начается еще. Еще вопрос у нас есть. Будет ли добавлена поддержка в ограничениях оплат или доставок по свойству товаров в корзине, по конкретному складу? По свойству товара? По свойству товаров в корзине, по корзине. По конкретному складу. Ну, в целом, это можно... Ну, у нас такой фичи в планах не стояло. Почему? Ну, не было особо запросов клиентов. Это первый клиент, первый запрос, который я слышу на данную фичу. Надо ли, да? Надо ли вообще? Да, и это всегда есть вариант кастомизации. В платежных системах можно написать свое ограничение и подключить его. То есть мы поддерживаем свои ограничения. Окей, вот еще, я думаю, что последний вопрос. Коллеги, если у нас еще есть времечко, до перерыва. Если вы что-нибудь зададите, то я передам. Будет ли поддержка двух и более оплат в заказе в чеках, которые формируются автоматически? Когда для второй оплаты снова формируется чек с полным списком товаров, которые были оплачены в первой оплате? И выходит дубль. Что скажете? А можно еще раз? Чего? Какое слово? Будет ли поддержка двух и более оплаты в заказе в чеках, которые автоматически вносы? Двух и более оплат в чеке. Ну, сейчас мы поддерживаем такой фунт. Если я правильно понял, то мы можем напечатать, например, чек полной оплаты, который будет включать в себя какую-то оплату, которая уже была ранее, она пойдет, например, авансом, и будет, например, несколько отгрузок. То есть такой функционал мы поддерживаем, если я правильно понял вопрос. Ну, если я правильно тебе его передал, то значит окей. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...